В марте этого года актриса Татьяна Ангельц отпразднует 41-летие. Артистка старше своей сестры Ольги на 20 минут, сестры Ангельц, дебютировали вместе в сериале «Простые истины». Затем каждая артистка построила собственную творческую карьеру. В этом видео вы узнаете о четырех ярких романах Татьяны Ангельц. Роман с Анатолием Руденко. В 2006-м пресс заговорила о бурном романе Татьяны с Анатолием Руденко. Пара познакомилась с 2000-м на съемках сериала «Простые истины 2». В первое время между коллегами не было отношений, и только близкая дружба Тани с актрисой, любовью Руденко, матерью Анатолия, позволила ей сблизиться с мужчиной. Актерам постоянно не хватало времени друг на друга, и хотя пара заявляла журналистам, что сыграет свадьбу, как только выкроет на нее время рабочих график. До брака дело так и не дошло. Позднее в программе «Судьба человека» Анатолий признался, что сам спровоцировал расставание конфликтной ситуации, так как на тот момент еще не был готов к серьезным отношениям. Брак с Иваном Житковым, с будущим мужем. Иваном Житковым актриса познакомилась по аэропорту Домодедова, когда прилетела в гости к другому. Парень мгновенно влюбился в светловолосую хрупкую девушку. Татьяна и Иван на протяжении шести лет жили в Калининграде в соседних домах, однако свадьба освела их только в Москве. Вскоре влюбленные стали жить вместе. Ангельц не настаивала на браке, однако Житкову все же предложил зарегистрировать отношения. Как таковой свадьбы у них не было, осенью 2008-го артисты расписались, позвав он в ЗАГС. Семерых друзей вечером супруги отправились в ресторан, где и отпраздновали торжественное событие. Через год у Читы появилась дочь Мария. Вскоре отношения между супругами начали портиться. Поговаривали, что причиной стала профессиональная ревность Житкова к успехам Ангельц. Иван тоже актер, но его карьера развивалась не столь стремительно. Летом 2013-го пара официально подала на развод, но скрывала этот факт от журналистов еще полгода. Татьяна и Иван решили поддерживать дружеские отношения ради дочери. Машу, маму, держат далеки от кино и телевидения. Первая очередная задача – учеба, хоть Татьяне предлагали отдать ребенка. Театральный кружок. Придет время, и девочка сама решит, в каком направлении развивать таланты, считает актриса. Хобби Мэри – конный спорт. Роман с Григорием Антипенко недолгим и громким оказался роман. И с актером Григорием Антипенко тогда личной жизнью. Татьяна Арнгридс часто интересовалась пресса. Поговаривали, что отношения начались на гастролях со спектаклем. Двое накачили, где влюбленные были заняты на главных ролях. В кулуарах говорили, что инициатором отношений стал Антипенко, который вскоре перебрался в квартиру избранницы. Влюбленный гулял с дочерью Арнгридс на детской площадке и выносил в спортивном костюме мусор. Поговаривали, что планы у пары были серьезными. И они даже планировали купить квартиру в Хорватии, чтобы не переплачивать за аренду. Ведь на двоих у влюбленных оказалось четверо детей. Три мальчика у Антипенко и дочь у Арнгридс. Все ждали новостей о скором замужестве звезды. Однако вскоре вместо радостного известия появилась информация о том, что Антипенко и Арнгридс расстались. Коллеги экс-влюбленных комментировали. Это тем, что артисты перепутали дружбу с любовью. Второй муж Марк Богатырев. История любви Марка Богатырева с Татьяной Арнгридс началась в 2017. На съемках фильма «Наживка на ангела» вскоре дружба переросла в чувства. Об отношениях знаменитостей стало известно в 2018, когда влюбленные появились вместе на премьере фильма «Елки последние». В конце того же года в интервью Татьяна призналась, что дорожит отношениями. В середине осени 2020 появилась информация, что Марк и Татьяна сыграли тайную свадьбу. Рассекретили супругов-поклонники, которые заметили кольца на том самом пальце у звезд изменений личной жизни. Татьяна и Марк не скрывали и подтвердили, что стали мужем и женой. А весной 2021 стало известно о том, что супруги стали родителями сына Даниила. Радость материнства не заменяет Татьяне Арнгридс будоражащих кровь и эмоций, которые она испытывает. Только на съемочной площадке. Сейчас кино по-прежнему занимает ключевое место в жизни артистки. А вам нравится эта актриса? Пишите свои мысли в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok